Всем привет! Вы на канале I2I Travel. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, ставьте лайки. Я очень рада, что вы попали на наш канал. Спасибо вам за просмотр. Хотела вам немножко рассказать о ценах и о угрозах, которые вот сейчас на нынешний, на данный момент происходят на рынке, скажем так. Значит, сейчас октябрь 2023 года, и уже ближится время к зиме. Зимой на степдеках, на флетбетах очень тяжело ездить, потому что крепишь ты все на улице, то есть ты все крепишь, ты все там закрываешь тарпом, идут дожди, то есть товар, значит, либо мокнет, либо нужно очень много тарпа. У нас, например, если весь наш покрыть тарпом, то есть это вот эта вот, да, такая ткань, которая закрывает от дождя, как плащ. Вот, если все закрыть, у нас не хватает. У нас два больших тарпа, но есть еще один маленький и рваный, то есть он, ну, наверное, не очень уже подойдет. То есть все это нужно открывать, это время тратит. И вообще зимой тяжело ездить, потому что уже какие-то дороги закрыты из-за снега, из-за обледенения дорог. Многие дороги закрывают, то есть тебе нужно куда-то объезжать, а деньги ты получаешь, получается, те же. Тратишь больше времени, больше сил, но деньги те же. Поэтому это, конечно, тяжело зимой так работать. Так, вот мы, например, сейчас выезжаем из Лос-Анджелеса, и у нас будут груза в Нью-Йорк, Нью-Джерси и, по-моему, Коннектику. Один груз мы взяли еще позавчера, он у нас пока, скажем так, стоит, ждет, пока мы наберем другие груза. Он стоит 3 тысячи. Это сзади такие баллоны, да, они занимают, по-моему, 18 фит. Теперь мы берем сейчас еще 18 фит, которые займут полностью всю платформу. Этот груз стоит 2 600, опять же, из Лос-Анджелеса идет. Сейчас мы поедем, вот мы загрузим, едем в Аризону. Оттуда груз стоит 2 350, он идет на аппердек. Длина его пока что не указана, вес 1700, то есть это 1700 паунд, совсем небольшой. Скорее всего, это на аппердек, небольшой товар. Надеюсь, нас опять там что-то не надурят с этим. Но пока получается так, то есть 3 тысячи, 2 600, 2 350. 7 900, да, где-то выходит. И, ну, вот такие цены. То есть это за, будет недельный груз, потому что мы собрали груз, да, это заняло 3-4 дня. Вчера мы вообще ничего, мы стояли, мы ничего не забрали. Дальше мы едем туда, тоже это занимает 3-4 дня, пока мы развозим груза. То есть вот эта неделя, это 7 900. Сюда мы приехали, у нас была неделя 7 300-7 400, оттуда сюда. Примерно 2 800 миль или, ну, 3 тысячи миль. Вообще мы высчитываем все мили, мы подсчитываем сколько, да, у нас, сколько будет за милю долларов. И получается вообще в среднем 4 тысячи миль. С учетом развозок всего, то есть вот последний груз у нас где-то уже на 4 тысячи миль заканчивается. И тогда вот предыдущий груз у нас стоил 1,90$ за милю. Ну, это вот так вот мало. Вот такие цены ближе уже к зиме. Ну, а что, я не знаю, наверное, может быть и в диспетчерской тоже дело. Но и получается, что мало заказов. Мало заказов. Притом сейчас уже, да, люди не хотят возить, да, на открытом, потому что мы туда едем, там дожди. И сейчас я знаю, что хорошо идет там Амазон, потому что ближе к праздникам. Тогда люди много заказывают там товара с Амазона. И вот Амазон на этом как бы подъеме, да, это такая вот сезонная работа там получше. Ну, наверное, там примерно, я думаю, такие же цены. Просто Амазон тебя загрузили, да, да, тебе даже не загрузили, тебе дали прицеп, и ты едешь. А здесь мы крепим, там, и так далее. Вот это занимает время. То есть вот такие цены. 7-8 тысяч степдек. То же самое, могу сказать, у нас пошел вдруг флэтбет. Примерно то же самое, 7 тысяч. Такие дела. Вперед к просмотру. Мы не успели сдать нашу замечательную катапульту. Как нам грузят уже новый груз. И такой странный какой-то, какие-то штуки. Но они вот вроде бы не тяжелые. Они все вместе будут весить. И таких 32 штуки будут. Все вместе. 8 тысяч. Паундов. Это да. Вот так их пирамидкой будут складывать. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы тут подумываем, что дело опасное выходит какое-то. Так они крепят. Да, мы еще сюда, но сверху нормально. Да, миленький. Балденький. Всем привет. Вы на канале i2i Travel. Мы сейчас на второй загрузке. Первая у нас была день назад, два дня назад. Вот это вот мы загрузили. Мы подождали, подождали. Ну ладно, есть груза, ладно. Вот сейчас грузим такие штучки. Сколько-то они займут, 18 фит вроде нашего. То есть, ну, наверное, вот это вот все, а то и меньше пространства. Такие штучки, какие-то капсулы. Так, мы сейчас расскажем, как крепить цепями. Какие-то вот уже здесь у нас закреплено. Да, у нас такие есть бендера специальные и цепи. Вот здесь вот дырочка. Здесь цепь. Вставляем одно в другое. Опа-опа. Цепь на цепь. И сюда поцепь. Сейчас я срезу. Лайфхак по бендерам. Как это откручивать? Это лайфхак. Другую сторону. Их нужно сначала раскрутить, чтобы отцепить, потому что, чтобы потом закручивать. Идем конец сюда. И затягиваем. 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 И до конца накручиваем. И готово. Вот как это. Ну, кто-то скажет, что так нельзя. За это будет валищен. То, что круг торчит. Но у нас и так будет валищен. Так что нам пофиг. Трак перекрыл всем движение. Закрутился буквой ЗЮ. И этот. Ёма-на. Ну, такой тоже. Такие ребята тут. Ну, все. Тебе не помочь. Этот показ. А мы вот там стоим. Вон. В очереди. Ну, просто вот, видите, он так всем перекрыл дорогу. А я где? Да не достанься же ты никому. Заправка. Так. Доброе утро. Наш третий, последний груз. Мы уже при этом в Аризоне. Доехали вчера. И такие мы уже возили как-то каменные плиты. Красивая вот эта. Производство. Хорошее такое все быстро. Очень приятно. К нам отнеслись. У нас на этих грузах все собрано. И цепи мы показали. Теперь мы показываем, как страпы крепить. С этой стороны зацепили замочками. С этой стороны скрутили. Мы уже все скручиваем, но все готово. Ну, вот так мы скручиваем все равно. И вставляем сюда. Можно наоборот с обратной стороны потом вставить. Можно так. Так. Тут остается кончик. Мы его складываем пополам. Вставляем в дырочку. Вытаскиваем с другой стороны дырочки. Так, пока не получается. Еще раз. Вот на столько где-то. И начинаем закручивать. А эта часть, чтобы не болталась, идет вот под низ. Как раз она будет держаться. Никуда не уйдет. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Удачи! Ну что, ребята, мы на фоне East River в Нью-Йорке. У нас уже была сегодня одна выгрузка. Я ее не снимала, потому что только проснулась, и так приятно. Я пошла в офис, как всегда спросите, где можно у вас найти туалет. И такая женщина приятная, она из Хорватии. Она, давайте, хотите кофе? Она в гости улыбкает кофе, и мы так приятно поболтали. В общем, было так хорошо. Потом мы заехали в гости к начальнику Андрея. Тоже было очень классно. Мы посидели, нас накормили. А теперь мы в Нью-Йорке. Вот, это East River. Такое вот интересное место. Сейчас у нас должна быть разгрузка. Мы позвонили, мы говорим, мы здесь. А по Нью-Йорку так тяжело ехать. Они говорят, завтра? Мы такие, нет. Мы к вам уже приехали, вы нас раздражаете. Они говорят, два часа ждите. А мы подумали, ну и ладно, мы подождем. Мы немножко тут пройдемся. Кажется, что тут такие заводы, производство. А там чуть-чуть пройти куча народу. Гуляет с собачками, так весело. Так что мы тоже сейчас туда пойдем. Разгружаем. И остался последний у нас груз. Туман немножко развеялся. Смотрите, как красиво. Так, мы приехали на выгрузку. Мы все думали, как они вот эти штуки-то будут занимать. Потому что там мексиканцы по несколько человек, да, они пытались это все делать. Судя по всему, эти петлю и на веревочке будут поднимать. Мы тоже на полезном деле. Тут железная дорога. Судя по всему, они строят мост. Или что-то вроде того. Андрей курит, потому что на улице 5 градусов. Так холодно. Вот, ну вот они. Интересно. Да, они на веревке. Пять прыжка, они по одной поднимаются. Да, по одной штучке будут. Ну, вообще, конечно, смотреть каждую штучку холодно за ними. Так. Итак, что по финансам. Значит, все груза у нас стоили 7,950. Мы получаем 27%. Минус 260 долларов. Все еще мы не выплатили депозит. Еще, по-моему, пару раз нам осталось. Или вот один раз. И получается вот такая сумма. Дальше мы посчитали, сколько будет за милю. Вот это самые меньшие мили, которые мы проехали. Очень удачно взяли. Во-первых, все рядом здесь, на разгрузке. А во-вторых, все рядом там было. То есть, все прям по дороге было. Мы ехали и подбирали груз. И, в общем-то, вышло 2,58. Так что очень удачно. Опа, подцепил. Первый снаряд нашел. По одному. Он каждую зацепляет. И вот так вот будет опускать. Сейчас... А, и каждую будет отцеплять. Медленно. Они не спешат. Тут ребята неспешные. Можно как в клипе развиться. То есть, момент Beyond Children. Оченьadan. Я сильно надеюсь. Было chirping. Продолжение следует... Both появляется찬 mañana. Редактор субтитров И.Семкин. Корректор А.Кулакова Программа-сеп methени Pixarale. ermeсти следует... Посмотрите, кто будет в маленькой, гарпying.